Продолжение следует... 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 Это значит, что когда один предмет относительно другого предмета не двигается. Кстати, у нас все предметы, все объекты считаются, всякое может быть, это может быть человек, живой человек, птица, может быть камень, может быть дом, может быть телефон. То есть нет, не имеет значения, что мы рассматриваем. Главное, он двигался. Но в статике мы мысленно отбрасываем, что он двигается, и рассматриваем равновесие. То есть, например, я объект, и вы объект. Если я не двигаюсь относительно вас, это значит, что я стою в равновесии. Точно так же и вы. Относительно, например, к стене вы стоите, не двигаясь, это значит, что вы в равновесии. Это понятно? Да. Так, переходим на второй раздел, это кинематика называется. В кинематике уже изучается реальное движение. Движение происходит под действием силы, но действие в этом разделе не учитывается. То есть изучаются все движения с точки зрения геометрического смысла. Здесь находятся кинематические параметры, то есть какое движение равномерное, криволинейное или вращательное движение. Определяется скорость ускорения, точки тела. Но силы, которые вынуждают вашего тела двигаться, не учитываются. Тоже мысленно отбрасываются, но они есть. Третий раздел – динамика. В динамике уже изучается закон движения. То есть там учитывается и статика, все параметры статики, то есть силы учитываются, равновесие учитывается одновременно, возможно. И, естественно, у нас там изучается конкретное движение вашей точки или ваше движение. Каждый раздел делится, в свою очередь, на две части. То есть изучается либо точка, сначала более слегкую, потом переходите на более сложную часть, потом изучается движение тела. Тело состоит из точек, поэтому начинается с частного случая. Вот примерно так. Состоит наш предмет. Перейдем тогда на практику. Есть какие-то вопросы насчет предмета? Нет вопросов. Еще надо здесь сказать, что у вас есть РГР, которые относятся к этим разделам. То есть у вас три РГР по каждому разделу. То есть по статике первый РГР, второй РГР у вас по кинематике, третий РГР у вас по динамике. То есть все задачи, которые входят в эти РГР, они по три. Все начинаются с каким-то буквы. Например, задача по статике начинается с буквы С. Это значит, например, С1. Первая задача в первом РГР. Это значит, первая задача статики. И так далее. Например, С3. Это третья задача статики. И С5 у вас. Третья задача на каждом РГР. Точно так же в кинематике. Значит, К1, К2, К3. Первая задача кинематики. Вторая задача кинематики. Третья задача кинематики. И в динамике точно так же повторяется с буквой Д. Берете Себлунского. Значит, все берете свои варианты по журналу. То есть, чья фамилия на каком цифре стоит, тот и его вариант. Например, скажем, Абдус Аматов. Авазбек у нас стоит здесь. Присутствует. На букву А начинать по журналу. По-моему, это первый или второй. Если на букву А еще нет другого. Например, студента. То есть, у него номер в журнале первый. Это значит, что он берет первый вариант на все 9 задач. В С1 тоже первый вариант. В С3 тоже первый вариант. В D3, например, тоже первый вариант. Это понятно? Предмет, значит, очень близкий. То есть, мы будем пользоваться законами физики. И все движения, все формы будем выводить через математический метод. То есть, наш предмет посередине физики и математики. Вам придется вспоминать и физику, и математику. Конечно, я помогу вам вспоминать все это, которое вы должны были до первого курса, до поступления в институт. У вас должно все это знание как-то, хоть какую-то часть должна быть у вас по школьной программе. Не так уж трудно. Я все вам напомню. Вам придется всего лишь чуть-чуть вспомнить то, что вы проходили в школе. Так, варианты, как брать и откуда брать, всем понятно? Откуда брать, непонятно. Из Яблонского. Называется «Курсовые работы для…» Я, по-моему, в группу бросила, по-моему, варианты. Вы можете оттуда взять. И есть еще в модуле книга Яблонской. Там он есть. А учебные пособия есть? Учебные пособия есть, конечно. Насчет задачи или лекционных материалов? Для примеров или лекционных? Есть два вида, то есть вот этих учебных пособий, где излагается только лекционные материалы. И есть даже три вида, оказывается, есть. Я, насколько я вспомнила сейчас. Второй вид – это где только, например, задача приводится. А третий вид – есть и лекции, а в конце лекции приводятся к этой лекции какие-то примеры задач. Если вы зайдете в модуль, я туда поместила электронные книги, так и называется папка. Зайдете туда, там я поместила некоторые электронные книги. Откройте, посмотрите, вам если понадобится, можете воспользоваться. Простите, я нашел книгу Е.М. Никиткин. Теоретическая механика. Это тоже учебные пособия? Как называется? Название книги повторите. Е.М. Никиткин. Теоретическая механика. Да. Теоретическая механика – классический предмет. Е.М. Никиткин. Есть такая книга. Да. Вы можете ее воспользоваться, потому что теоретическая механика – это классический предмет, поэтому он практически не изменяется. Изменяется только метод изложения этого предмета. А так основа ее остается. Это древняя наука, поэтому все старые книги, то, что там собрано, ничего не изменяется. Так что можете пользоваться. Спасибо. Так, тогда переходим на задачу. Если вы будете хорошо изучать и понимать, и воспринимать все задачи, которые мы будем проходить, эта задача еще у вас повторяется в тестах вопросов. Если кто-то зашел в модуль, там после каждой лекции стоит тема по лекции, ой, тесты по лекции стоят. То есть 18 у вас пар будет по лекции, 18 пар у вас по практике будет занятий. Через каждую лекцию у вас стоят там тесты, которые состоят максимум из 10 вопросов. Вы должны ответить на эти вопросы, то есть если вы будете читать лекции и проходите, например, лекционные занятия и практические занятия, то есть там есть и по практике тесты и по лекции тесты, вы можете вполне можете ответить на все вопросы. Там ограничения не ставятся. Вы можете бесконечно делать попыток, если вы не сдадите. Чтобы пройти каждый тест по теме, надо минимум пройти половину, то есть ответить правильно на 5 тестов. Например, если весь тест состоит из 10 вопросов, то половину надо пройти. То есть 5 тестов должно ответить правильно. Так, Джохангер, вы поднимаете руку. Это что-то значит? Вы хотите что-то спросить? Ой, я извиняюсь, Джохангер назвала. Джохангер, извиняюсь. Если кто-то что-то хочет спросить, спрашивайте. А это что, можно, да, вопрос? Конечно можно, ой. У вас списки студентов есть, по порядку. Просто у нас два журнала было. Сначала пофамильно, а потом кто-то как поступил. Было вот. И сейчас немного путаница. Я вот не знаю, по какому журналу, ну, варианты брать. Список вашей группы у меня нет. У меня он будет в конце, когда мне дадут ведомость. А список у вас должно быть, вообще-то по порядку, по алфавитному порядку должно быть. Это в начале так должно быть. Если кто-то поступил по пове, например, в дополнительный контракт, и его фамилия, например, должен стоять в начале, возможно, журнал не изменяется. Да, это действительно так. Но на втором семестре оно должно было изменить. Через деканат. Но у нас сейчас не очень такое время, когда все можно сделать. Поэтому, я так думаю, надо этот вопрос относиться к вашему старосту группы. Вы, наверное, у него должны спросить, потому что у него должно быть список. Он все-таки, когда я, ну, на что-то все-таки составлял же список вашей группы. Хотя бы у куратора у вас должно быть, потому что он, она все-таки, или он, я не знаю, кто у вас куратор, поэтому у него обязательно должен список быть. Спасибо. Мне разницы в принципе нету, просто я бы действительно не хотела, чтобы была путаница, например, в одной группе, а две студенты одну и ту же задачу решали. Главное, что вы решали, и вы ее должны сфоткать, потом ее надо как-то чуть-чуть сжимать, потому что у нас ограничено в мегабайтов, когда вы загружаете в модуль. Поэтому максимум я, как и написала, 10 мегабайтов должно быть. Я там вам прислала программу одну, надо ее установить, это телефонное приложение, если вы ее устанавливаете, она очень помогает при сжатии вот этих файлов. И три задачи одновременно надо в один файл, чтобы она объединилась, и когда вы ее ставите, вы ставите только один файл. Загружайте, то есть один файл, три задачи одновременно. Ну, можете, конечно, три файла, потому что на каждый RGR у вас разрешено три попытки. То есть три файла вы можете отдельно-отдельно тоже загрузить. Было бы попроще мне проверять, потому что я должна проверить и оценить вашу работу, графическую вот эту работу. Поэтому хорошо было бы желательно, если вы три задачи, объединили в один файл и загрузили туда. Как это загружается? Все весь процесс я скинула в группу, вы можете отследить и посмотреть. Можете воспользоваться этими приложениями. Очень хорошее приложение, кстати. А это срок первый, который какой? Вообще, да. Если вы выполните RGR, то вы можете зайти. Это одно ограничение, которое не дает вам зайти в итоговой контроле. Вот итоговой контроле это после 18 недели должно быть. Но поскольку это проверяется вручную, то есть в модуле это не все автоматизировано, поэтому мне приходится в каждом файл зайти и проверять. Поэтому мне тоже нужно время, чтобы пройти. И, естественно, я бы хотела, чтобы до 18 недели, то есть до 16 недели учебного семестра, то есть недели, хотелось бы, чтобы вы загрузили все три RGR поочередно. Итак, если поэтапно, как проходить процесс обучения в модуле, сначала надо пройти 8 тестов, чтобы получить разрешение пройти промежуточный контрольный номер 1. 8 тестов по лекции, по 5 ответов. Потом, начиная с 9 теста, то есть тесты по теме 9, и до 18 надо сдать до промежуточного контрольного 2. Как только вы пройдете промежуточный контрольный 1 и 2, и оценится ваше RGR, 3 RGR получат оценку минимум 3, максимум 5. Неважно, сколько вы там получаете, главное, чтобы вы прошли. Эти оценки нигде не фигурируются, то есть нигде не ставятся в ведомости, только итоговая контрольная ставится. Итак, пройдете промежуток 1, промежуток 2, получите оценку за RGR, и вы получаете доступ к итоговым контрольным. Все времяпровождение этих контрольных обязательно вам говорится, то есть вы предупреждаетесь, когда это начнется, и кто может это пройти. Как только у вас все проверено или как-то вы проходите все ограничения, у вас в личке, то есть в личном кабинете у вас должно появиться через каждое требование птичка, то есть галочка в зеленом виде. Это значит, что вы уже проходите поэтапно все ограничения, которые мы поставили по предмету. Если какие-то непонятные части будет, можете задавать, мы как-то уточним это по ходу дела. Спасибо. Так, проходим тогда. Сейчас я вам тогда начну с первого. Итак, если я на большой экран поставлю, это всем видно будет? Да, видно. Так, начнем. Итак, это первая задача. В первой задаче у меня, значит, это по статике. По статике у нас уравнение равновесия есть, а он состоит из трех уравнений. Первое уравнение у нас это проекция сил на ось Х. Ф у нас обозначает силы, сумма – это сумма этих. К – это у нас количество сил. То есть, если там задают… Сейчас мы перейдем конкретно на задачу. Вторая задача у нас… У нас что-то происходит там? Второе уравнение у нас – уравнение проекция на ось Y. И третье уравнение – уравнение моментов. Называется… Здесь написано в индексе точка А, то есть, относительно которой вы берете момент. Но это по ходу дела изменяется. Можно поменять ее по смыслу задачи. То есть, как вам будет удобно. Моменты, значит, у момента есть… И у проекции тоже есть определенные знаки, по которым вы берете, то есть, оставляете уравнение. Ну, по X, по Y, это вам понятно. Если в силы направлено… Как направлена ось X, то берете со знаком плюс. Если направлена противоположная… То есть, если у вас есть, то есть, в силы, на примере… То есть направление вверх, то есть ось Y в нормальном состоянии, у нас принято направление ось Y вверх, то есть все берутся знаки с плюсом. Если сила у вас направлена вниз, то у вас сила берется со знаком минусов. Моменте у нас чуть-чуть по-другому, значит, по определению момента, у вас это по физике должно быть известно, то есть сила умножается на кратчайший путь, это называется плечо, перпендикулярное расстояние от силы до точки, относительно которой вы пытаетесь повернуть эту силу. Берется, значит, со знаком плюсом, если ваша сила пытает повернуть тело, тело у нас вот это зеленое, например, если мы относительно точки O берем, задается, например, если сила, если эта сила ваше тело пытается повернуть относительно против часовой стрелки, то берется со знаком плюс. То есть не изменяя направление, надо идти дальше. Если вы завязываете, например, силу и точку, относительно которой берете момент, то по направлению силы, как она ставится, как она задается, то поворачиваетесь, поскольку она завязана, поэтому она далеко не уходит, и ей придется повернуться. И вот это поворачивание против часовой стрелки всегда берется со знаком плюсом. А противоположное, то есть если сила пытается повернуть ваше тело по часовой стрелке, берется со знаком минусом. Это понятно? Составление уравнения проекции у вас не затруднит, потому что на первом уравнении всегда берется горизонтальная сила, на втором уравнении берется вертикальная сила, а здесь берется все силы, которые могут поворачиваться вокруг точки, которую вы выбираете, то есть которую точку вы фиксируете. Переходим тогда на задачу. Здесь я показываю вам примерное, как берется третье уравнение, то есть составляется третье уравнение, уравнение моментов, потому что в основном студенты у нас затрудняются именно в составлении уравнений моментов. Итак, вот задается 8 сил, первая, вторая и так далее, вот восьмой сил и три точки, точка А, точка Б и точка С. Попробуем сейчас взять момент относительно этих точек с каждой вот этой силой. Кстати, я не сказала, момент не дается, то есть не будет относительно точки, если эта сила пересекает эту точку. Например, F6, сила F6 пересекает точку А. Как она пересекает, вы можете увидеть по линии действия. Линия действия – это значит, что вот ваша сила и линия, то есть примеленная линия, по которой ваша сила движется вверх или вниз. Вот это вот эта линия. Значит, F6 когда-нибудь пересечет точку А. Это значит, что момент относительно точки А F6 не дает. Точно так же, например, F1. Сила F1 когда-нибудь будет пересекать точку Б и так далее. А остальные силы, если посмотрите, они не пересекают. Например, F5 не пересекает точку А, поскольку она горизонтально двигается в эту сторону. F3, например, то же самое. Ни одну точку не пересекает. Ни А, ни Б, ни С и так далее. Вы можете примерно посмотреть все силы, что пересекает, а что не пересекает. Значит, все остальные, которые не пересекающие силы, дают момент относительно этих точек. Итак, по значению мы сказали, как это вот. Вот эта сила, которая не пересекает. Вот задается одна точка. Еще один пример. F пересекает эту точку. Относительно точки Б и относительно точки А эта сила не пересекает, поэтому момент дают. Вот как она кружится относительно точки Б в эту сторону. Относительно точки А здесь не написано в эту сторону. Так, три уравнения. Берется вот три точки, поскольку А, Б, С. Составим уравнение. Опаздываем, опаздываем, уртоле. Итак, чтобы посчитать, какое плечо, то есть перпендикулярное расстояние, здесь я написала, что по клеткам, то есть одна клетка у нас считается один метр. Сколько клеток, например, от сила до точки, столько метров и является плечо. Например, от F1 до точки А две клетки, это значит два метра. F2, например, от точки А она стоит трех клеток. Вот, раз, два, три. Это значит три метра перпендикулярного расстояния и так далее считается. Итак, первое. Составим уравнение этих сил относительно точки Б. Напоминаю, точка Б вот. Вот уравнение, как оно составлено. Давайте разберемся, как это составлено. Первое, значит. Первое стоит у нас сила F2. Почему мы не начинаем с F1? Потому что F1, если видите, она пересекает точку Б. Это значит, плечо перпендикулярное расстояние от силы до точки Б не существует. Только параллельное расстояние есть. Перпендикулярное расстояние относительно силы мы должны учесть, потому что относительно точки перпендикулярное расстояние не бывает. Поэтому перпендикулярное расстояние, оно вот здесь, либо наверху. А это расстояние второй конечность, вторая точка, то есть конец вот этого расстояния плеча, оно не доходит до той точки, которую мы фиксируем. В данный момент мы фиксируем точку Б. Поэтому, как я уже сказала, все силы, которые пересекают, будут пересекать или уже пересекли. По трех временем можно ее использовать, не дают момент. Поэтому мы переходим уже на вторую силу, F2. F2 вот. Если по линии действий посмотрите, она никогда не будет пересекать. Если мы ее будем относить как поезд, а точки А, Б, С – это станции, то F2, этот поезд, никогда не будет переходить, то есть проезжать через станцию Б. Вот. Можно посмотреть по линии действия. Итак, оно поворачивается, если не изменяя ее направление, против часовой стрелки. Против часовой стрелки у нас это со знаком плюс бралось. Поэтому первое значение у нас обычно плюс не пишется. Силу мы написали, знак мы уже уточнили, умножаем на плечо. 3 метра. Откуда получилось 3 метра? Посчитаем перпендикулярное расстояние от силы до точки. Это раз, два, три. Раз, два, три у нас. Это параллельное вот это расстояние, ее можете вот сюда сдвинуть, параллельно отнести вот сюда, не изменяйте вот это расстояние. Если у вас, например, сила не стоит вдоль точки, то есть напротив этой точки вы можете ее сдвинуть сюда. Есть такая, значит, аксиома, где говорится, что вдоль линии силу можно перемещать, не изменяя ее направление. То есть можете ее переместить вверх или вниз, от этого ее значение не изменится, и ее действие на силу тоже самое не изменится. Поэтому вы можете воспользоваться этим и можете переместить силу F2 напротив этой точки, чтобы уточнить действительно перпендикулярное расстояние 3 метра. Вот оно вот это. И так далее. Значит, F3 у нас, F3 вот, оно вращается относительно точки B, тоже против часовой, поэтому с плюсом. Плечо 2 метра, 2 клетки, перпендикулярное расстояние. F4, F4 вот, у вас вот эта сила, оно кружится по часовой стрелке, не изменяя направление, расстояние 2 метра от точки. F5, F5 у нас, вот, оно тоже по часовой берется со знаком минус, расстояние перпендикулярное, это раз, два, три, четыре, пять метров, вот пять метров, и так далее, остальное берется. Это понятно, как составляет уравнение моментов? Да, понятно. Все. Значит, здесь составлено относительно точки A, относительно, вот здесь надо было написать точки C. Относительно точки C вы попробуете сами составить, и потом можете прислать по телеграмму, мы можем обсудить это тоже по телеграмму. Это просто проверочные задачи. Здесь я еще раз уточняю, вот здесь должно быть точка C. У меня почему-то B, я скопировала, наверное, и оставила, не изменена. Так, переходим на первую задачу тогда. Вот задается у вас балка, где закрепляется двумя опорами. А, у вас же не было лекции. Я чуть-чуть останавливаю и перехожу на виды связей. Вот. Итак, есть в нашем предмете 18 видов связей. Связь – это ограничение тела, которое не дает двигаться в какое-либо направление. То есть у нас существует по предмету два вида тел. Есть свободное тело, а есть несвободное тело. Если, например, у меня, скажем, вот телефон, это у нас какое-то тело, и оно, если, например, оно может двигаться куда хочет, и ничто не мешает ему движению, это значит, что он свободное тело. Если моему телу что-то уже мешает двигаться по какому направлению, например, скажем, вот, оно уже не может в это дальше идти. Почему, как вы думаете? Потому что мешает стена. Стена и есть ограничения. Вот такие ограничения, у нас видов таких ограничений есть 18 видов, но из них вы примерно 8, из них вы будете видеть в задачках. Я привела здесь основные, которые часто всего, которые у вас там приводятся в задачи, задаются в задачи. Это первая, значит. Первая задача – это если у вас первый вид в связи, это когда у вас ограничено плоскостью. Плоскость у вас, возможно, может быть плоской. Возможно, в таком виде. Не имеет значения, в каком виде, было бы это плоскость. Если у вас ограничение состоит из плоскости, то здесь убирается ограничение, то есть мысленно вы убираете вот это ограничение плоскости, и вместо нее, то есть вы выбрасываете, а в математике вы знаете, что если вы что-то выбрасываете, то надо компенсировать то, что вы выбросили, отбросили. То есть вот если вы отбрасываете вот эту часть ограничения, которая мешает вашему телу двигаться, вы, значит, должны уже вместо него поставить опорную реакцию, которая и дает всю значение вот этой опоры. Итак, здесь обычно появляется нормальная реакция, которая перпендикулярна к этой плоскости. Вторая у вас связь, это называется, вот это, как бы, скажем, железо повесено на двух, соединено на две трости, например, на этой и на этой части. Эластичные, значит, связи называются. Здесь у вас появляются опорные реакции, когда вы освобождаете вашу вот эту, например, трубу от тростей, тогда у вас появляется опорная реакция, которая направлена вдоль этой трости. Например, вот этот трост у вас направлен вертикально, поэтому опорная реакция тоже направляется по этому направлению. А вот это под углом, поэтому оно направлено под углом. Третья связь у вас называется скользящая опора. Здесь у вас, например, балка может скользить по этой опоре, то есть в открытую часть. То есть это как бы колидор, оно может двигаться только в открытую часть. И здесь появляется у вас, здесь ограничение стоит, поэтому опорная реакция появляется. Горизонт вертикальная, и здесь нет вращательного движения, поэтому появляется момент. Кстати, здесь надо было сказать, что мы будем работать в плоскости. Все основные задачи у вас в плоскости, поэтому у вас движение состоит из трех направлений. Это вертикальное движение, то есть ваше тело может двигаться вверх или вниз, влево или вправо. И круговые движения по часовой стрелке или против часовой стрелки. Поэтому где у вас что отсутствует, в то направление реакцию надо показать. Третье, вот это значит опорная, это у вас называется жестко защемленная опора. Это можно как привести, это можно привести как бы, например, вот стена, и вы как бы, если, например, в стенку прибили гвоздь, например. Настолько сильно прибили, что вы ее не можете сдвинуть налево, направо, вниз и вверх, и даже круговые движения нельзя осуществить. То есть вот эта опора называется жестко заделанная. Здесь, поскольку уже никуда не двигается ваш стержень или ваш объект, поэтому здесь направление опорной реакции появляется по трем направлениям. Вертикальное, горизонтальное и круговое движение. То есть все опорные реакции показывают, куда не двигается ваше тело. Вы это должны показать. Это тоже показано как бы, как в тросте. Здесь последнее, это цилиндрическая опора называется, потому что она состоит из цилиндров, то есть две цилиндры, вот это и вот это. Вот этот цилиндр, который стоит вертикально, он позволяет вашему телу двигаться вертикально вниз и вверх. Горизонтальный цилиндр позволяет вашему телу двигаться налево-направо. Если соединить, у вас получается зигзаговые вот такие движения, отсутствует только одно движение, круговые движения. Есть, конечно, еще, я здесь не написала, оказывается, не привела, основные шарнирно-подвижная и шарнирно-неподвижная есть. Есть две еще основные виды связей. Повторяю, шарнирно-неподвижная и шарнирно-подвижная опора. Они позволяют, значит, где есть шарнир, те места позволяют круговые движения, то есть момент не ставится. Итак, значение, когда вы меняете связь на опорную реакцию, то есть вы должны показать ту направлению, где у вас появляется ограничение. Если оно не двигается вверх, не позволяет ваша опора двигать вверх, то вы должны показать вверх. Две направления одновременно нельзя ставить, потому что, как вы уже сами знаете, по двум направлениям нельзя двигаться. Например, тело может двигаться в одном направлении, либо вверх, либо вниз. В какую сторону точно она не двигается, изначально вы тоже не будете знать. Это в конце по значению вы можете узнать. Если, например, значение y,a, например, выйдет в конце с минусом, то это значит, что его направление, которое вы показали на рисунке, противоположно. То есть надо направить вниз. Но это не надо изменить, по значению потом, если будете ее использовать, тогда уже надо взять уже в противоположном знаке. А так в чертеже ее не обязательно менять ее направление. Просто будете знать, что минус – это значит, что направление противоположное. Так, переходим, значит, на продолжение.